Поскольку я считаю всех своих подписчиков братьями по духовному развитию, близкими мне людьми, которые следуют за мной и смотрят мой канал, я хочу поделиться инсайтом, который прямо здесь сейчас переживаю, и это достаточно сильный инсайт, которым я хочу сейчас поделиться. Я сейчас прямо нахожусь за рулем, я только что припарковался, и этот инсайт произошел именно в дороге, когда я слушал одну из лекций Михаила Трофимова, одно из интервью, где он говорил про то, что мы все пассажиры, что мы смотрим мультики или фильмы про нас, и то, что мы достаточно реакционны. На самом деле эту мысль я слышал, ну, как минимум лет 10, может быть, даже больше назад, первый раз, и она меня не очень тогда зацепила и не очень впечатлила. А сейчас, когда я услышал, действительно могу сказать, что как будто крыша отъехала. Люди с тонко чувственным восприятием наверняка знают это ощущение, когда действительно есть какие-то разные ощущения в голове, то там давит, то здесь давит, то туда тянет, то сюда тянет. А это произошло именно в тот момент, когда я услышал мысль, повторюсь, в очередной раз, но вот именно сейчас произошел этот очень мощный инсайт, и я до сих пор под его впечатлением. Так вот, когда я услышал мысль о том, что мы, во-первых, с какой-то скоростью воспринимаем звук, воспринимаем свет, он просто достигает наших органов, наших глаз, сетчатки глаза, нашего уха, так еще и достаточно медленно это все проходит по нашим внутренним цепям, по нервной системе и доходит как раз уже от внутреннего там уха, да, по нервам в мозг, от глазной сетчатки, по глазному нерву в мозг. Это происходит уже реально долго, это происходит уже там просто миллисекунды, а это реально очень долго, и вот, возможно, именно благодаря тому, что я находился за рулем в этот момент, я буквально начал ощущать, что я воспринимаю прошлое. И даже я сейчас воспринимаю, что вот все, что я сейчас говорю, я уже вижу себя в камере в прошлом, а мое тело, оно где-то впереди, оно как локомотив, оно в авангарде, оно уже делает реальность, уже в ней участвует, уже в ней что-то вершит, а до меня это просто доходит, и вот эта мысль прямо здесь сейчас просто дарит мне сумасшедшие ощущения, которыми я хочу с вами поделиться, потому что, ну, во-первых, это сто процентов так, и это просто даже логично, но делюсь я этим для того, чтобы вы могли это тоже пережить, чтобы вы могли это прочувствовать, чтобы вы увидели жизнь по-новому, чтобы вы действительно себя проощущали пассажиром и зрителем так, как я переживаю это сейчас, потому что это очень крутое ощущение, это действительно расширяет сознание. Я сейчас без ложной, скажем так, скромности скажу, что я переживаю духовные откровения прямо сейчас, прямо сейчас происходят какие-то преобразования во мне, какие-то сдвиги, я их прямо сейчас чувствую на телесном уровне, и это абсолютно нормально, это очень интересно, поэтому, поэтому, когда я ехал, я буквально сразу же выключил видео, которое я смотрел, слушал, и пришел в этот духовный опыт, которым делюсь сейчас с вами. Так глубоко ощущение зрителя, ощущение пассажира я не переживал еще никогда, и это несравнимо ни с чем. Иными словами, когда я ехал за рулем, я просто даже думал, да, вот этот автомобиль, который я сейчас, ну, как будто вижу сейчас, он на самом деле ближе от меня или дальше от меня. Если утрировать, а жив ли я уже там, где действительно я сейчас, или я сейчас вижу последние доли секунды перед какими-то радикальными изменениями со мной, эти мысли, они очень сильно цепляют, они очень сильно расширяют сознание, и я благодарю всех, кто за мной следует, и делюсь с удовольствием этим духовным опытом. Возможно, для вас тоже сейчас что-то новое откроется, а самое главное, откроется именно на уровне внутреннего переживания этого. Поэтому забирайте, ощущайте и переживайте жизнь по-новому, потому что сейчас я ощущаю определенную невесомость, определенную легкость, и осознанность как будто зазвенела во мне в новых красках и новых цветах. Всем желаю счастья!